в российской армии больше нет никакого дерьма о русские разбомбили торговый центр нет они разбомбили место где украинцев были товары если они заложат туда бомбу и она взорвется по глупости упадет на территорию польши тогда у них возникнут проблемы если они заложат туда бомбу и она взорвется по глупости упадет на территорию польши тогда у них возникнут проблемы вот нато никоим образом не сможет обеспечить защиту по мере того как они будут двигаться потому что сейчас мы видели русских из таможенной зоны. В основном происходит то, во что я по крайней мере склонен верить, грузовики затем устремляются к складским помещениям. Таким образом они разбегутся по разным складским помещениям поблизости, а затем будут ждать. И по сути они смотрят на то, как работает российская спутниковая связь. Они изучают данные российской разведки, пытаясь найти пробелы. И когда это произойдет, товар будет доставлен на следующий склад. Таким образом они перебегают дорогу в классику. Но если ты заметил, русские только начинают взрывать складские помещения, и они делают такие вещи, как будто они используют торговые центры, погрузочные площадки в торговых центрах. Так что они привозят туда товары, а потом русские нападают на них, и это просто предлог. О, русские разбомбили торговый центр. Нет, они разбомбили место, где у украинцев были товары, но они будут вывозить эти вещи, пока не приблизятся к линии фронта. А затем в основном им приходится разгружать его, в зависимости от того, что это за материал. Если это, ну ты знаешь, Брэдли или Эм, то их отвезут в подразделения. Они разгрузят их там, где находится подразделение. Если это другие грузы, мы разобьем их на грузовики поменьше, которые будут двигаться дальше. Но вся эта система материально-технического обеспечения была разработана русскими, и они разбирают ее на части. Вот почему украинцы так сильно страдают. Не только товары не поступают, но и те, что поступают, по большей части не доходят до линии фронта. Русские очень хорошо умеют пресекать это, и они будут продолжать это делать. Я имею в виду, что они будут продолжать становиться лучше. Что касается аэродрома. Знаешь, я слышал, что, во-первых, я не думаю, что кто-то собирается строить аэродром на границе. Давай-ка все хорошенько обдумаем. Если самолет вылетит из Польши, вооруженный оружием, войдет в воздушное пространство Украины и затем нанесет удар. То место, которое он взлетел с законной цели по законам военного времени, и Россия нанесет по нему удар. Россия этого так просто не оставит. Люди говорят о том, что истребители F-16 будут размещены, по-моему, не в Польше, а в Румынии. А затем с румынских баз они полетят в Украину, где их загрузят оружием на украинскую авиабазу, взлетят, нанесут удар и... Затем они восстановятся в Украине, чтобы боевая миссия была начата и завершена в Украине. А потом они умчатся обратно в Румынию, где будут жить, получать поддержку и защиту. Технически нет, им это с рук не сойдет. Это все еще часть системы. Но если задуматься об этом прямо сейчас, то танки уже введены в Украину. Их направляют на линию фронта. Когда они ломаются, танки возвращаются обратно и отправляются в Польшу и Прибалтику для ремонта. И пока они там ремонтируются, Россия не бомбит их, говоря, ага, мы это сделали. Таким образом, уже создан прецедент, что оборудование может быть восстановлено на территории НАТО для целей технического обслуживания и ремонта. И поэтому, если они скажут, смотрите, это F-16, а это старые F-16 ТИНС, им потребуется много ремонта, много технического обслуживания. Если они взлетают чисто, что означает, что они не находятся в небоевом режиме, они летают с территории НАТО. Страну в Украину и в Украине их переводят в боевой режим, который затем наносит удар, возвращается, а затем их приводит в порядок. И они больше не находятся в боевом режиме и они улетают. Похоже, это и есть та версия президента, которая была установлена на самолете. А это и есть та самая модель. И это имеет гораздо больше смысла в попытке построить расширяющийся аэродром, потому что как только на самолет будут загружены бомбы, куда бы он не взлетел. Если он направится в Украину и сбрасывает бомбы на Россию, то место, где они взлетели, является законной целью. Но если аргумент заключается в том, что самолеты просто обслуживаются в румынской Польше, точно так же, как обслуживается вся остальная техника. И что когда она поступает в Украину, она находится в небоевом режиме. И только оказавшись на земле в Украине, он превращается в боеспособный самолет. Я думаю, им это сойдет с рук. Я просто думаю, что Россия просто разнесет аэродромы к чертовой матери. Существует не так уж много аэродромов, на которых могут летать эти самолеты. И прямо сейчас здесь совершенно недостаточно средств противовоздушной обороны. Им придется задействовать много средств противовоздушной обороны, чтобы защитить эти места. И я думаю, история показала, что у России просто недостаточно средств противовоздушной обороны. Я имею в виду, что сегодня вечером Россия обстреливает Украину ракетами «Кинжал» и «Циркон», и нет ничего, что могло бы их сбить. Так что это не имеет значения. Аэродромы будут уничтожены. Но я думаю, что ответил на вопрос «Так что». Ты это сделал. У меня сразу два вопроса. И не волнуйся, если позже ты начнешь немного уставать, мы постараемся облегчить тебе задачу. Потому что у нас снова будет несколько простых вопросов, которые мы можем задать по ходу дела. Конец шоу. Кстати, о том, чтобы привлечь внимание, сегодня вечером на Райане особенно откровенный наряд. Так что это то, чего стоит ждать с нетерпением. Да, я немного завидую Райану. Я имею в виду, что сегодня я ходил в спортзал, и его руки все еще больше моих. Так что я не знаю, что мне делать, чувак. Просто поднимай больше тяжестей. Поднимай больше тяжестей. Мне 84 года, я эмигрант из Торонто. В сегодняшнем выпуске «Эйжи Таймс» Стивен Брайан пишет, что НАТО начинает развертывать военные подразделения в Украине, надеясь поддержать ситуацию до тех пор, пока Байден не победит на выборах, не отправит войска США. Прямо сейчас у нас на Украине находится небольшое количество военнослужащих, которые находятся за пределами посольства США. Они могут, посольство может разместить передовые оперативные базы, где можно будет перебросить небольшое количество подкреплений. Так что давайте представим, что я команда, которая следит за поставками патриотов. Я работаю в посольстве. Я отправлюсь на границу, получу груз патриотов, а затем я работаю с сотрудниками разведки и сопровождаю груз патриотов по различным складам. А потом перейдем к главному, и я буду документировать. Перед домом, по сути, будет база, о которой они никому не расскажут, и они будут находиться в этом доме, и там будет какое-то обеспечение. Но ведь на эти средства можно содержать команду из 5-7 человек. Как только вы начнете развертывать боевые подразделения в форме, как вам удастся сохранить их в секрете? Вы не сможете сохранить их в секрете. Здесь есть след. Вы не будете прятать их в домах. Вам нужны грузовики. У них есть боевые машины. У них должны быть боеприпасы и продовольствия. Я имею в виду, что там ходили разговоры о том, что кто-то сказал, что туда была введена 15-я дивизия войск. Дивизии требуется от 20 до 700 тонн припасов в день. Всего в день. Во время Второй мировой войны для снабжения американских дивизий у нас было нечто под названием Red Bull Express, которое доставляло товары из Порта-Кале. Или из Нормандии к линии фронта. Просто эти грузовики ехали без остановок. Если у тебя там 15 человек, то грузовики будут въезжать без остановки. Они должны быть обеспечены материально-техническим обеспечением. Это легко обнаружить. Грузовики могут пострадать. Ответ будет не просто нет, а черт возьми нет. В этом нет никакого смысла. Потому что, если бы они были там, русские убили бы их. Этого не может быть. Русские ясно дали понять, что здесь нет никакой безопасности. Ты же знаешь, что они не собираются бомбить тебя на фронте. И я думаю, что русские на самом деле ведут джентльменскую игру, имея в виду, что они вероятно могли бы убить больше американцев, британцев и натовцев, если бы захотели. Они знают, где находятся эти ребята. Но они предпочитают этого не делать, потому что, во-первых, русские на самом деле довольно цивилизованно относятся ко всем этим вещам. И во-вторых, они не хотят, чтобы ситуация вышла из-под контроля. У вас дома начинают в большом количестве появляться мешки для трупов. И это может создать своего рода политический импульс, особенно в год выборов. И поэтому они хотят избежать этого. А знаешь, кто еще хочет избежать этого? Джо Байден не собирается вводить войска. Это уже слишком. Этого не произойдет. Макрон думал, что он не собирается этого делать, но ты слышал речь Макрона на днях. Он сказал, что у нас нет оборонной промышленности. Европа может исчезнуть. Эй, Макрон, ты скоро исчезнешь. Это самоуничтожение. Вы сами с собой это сделали. С немцами происходит то же самое. Я не вижу, чтобы войска НАТО водились в Украину в больших количествах. Я думаю, ты скоро увидишь, что проблема с F-16 будет решена, если мы проведем все техническое обслуживание в Румынии. У нас нет украинских специалистов по техническому обслуживанию. Они не знают, как обслуживать самолет. И если бы вы попытались внедрить эти возможности в Украине, то это была бы всего лишь одна большая цель. Она была бы взорвана. В Украине были задействованы разные солдаты. Сколько их было? Не так уж много. И я слышал, что те, кто был с артиллерийскими орудиями, погибли, потому что они были взорваны. Такова судьба. Германия изменила свое мнение о Таурусе. Кого это волнует? Это не имеет значения. Это не чудо-оружие. Это ничего не решает. Это позволяет им продвинуться еще немного вперед. Но русские и русские решат эту проблему. Позволь мне рассказать тебе, как русские все делают. Мы перейдем только на второе место. Прямо сейчас на поле боя происходят две вещи, которые меняют правила игры. Джефф, у нас есть шанс. Да, извини, я не совсем понимаю. Я не держу палец на кнопке. В игре произошли такие изменения, что в нее уже никогда нельзя будет играть по-старому. Так что у нас есть кое-что, что изменит правила игры. Есть две вещи. Одна из них — это радиоэлектронная борьба, а другая — борьба с беспилотниками. И они очень взаимосвязаны. Я не специалист по беспилотным летательным аппаратам, но насколько я понимаю, эти коммерческие беспилотники взаимодействуют на определенных частотах. И вот что происходит. Люди заходят на эти частоты и глушат их. У них есть маленькие пушки, которые поднимаются и глушат их. Идея в том, чтобы сломать блокировку, потерять контроль над дроном, и тогда пушка может взять его и посадить или заморозить в космосе, пока люди будут его сбивать. Вот значит, что у тебя получилось. Украинцы решают эту проблему так. Они наводняют зону беспилотными летательными аппаратами, и у них есть целый диапазон частот. Так что, чтобы не случилось, они подавляют российские возможности поглушению. Теперь Соединенные Штаты наблюдают за этим. В Нью-Йорк Таймс появилась интересная статья о том, как мы обнаружили, что используем искусственный интеллект для поиска решения. Нет. И они признают, что это не работает. Но проблема с США в том, что мы изучаем эту проблему издалека, на большом расстоянии, а потом у нас есть целая группа ребят в комитете в General Dynamics или где-то еще. И они говорят, что у нас есть решение. Они берут машину с трайкой и по сути подключают к ней все необходимое, чтобы создать гигантскую систему радиоэлектронной борьбы, ну, знаете, броненосец. И доставляют ее туда, вот и все. Это их решение, вывести машину страйка вперед и начать глушить все подряд. Проблема в том, что бум, страйкер отключился и не работает. А другая проблема в том, что вы только что потратили все эти деньги на оборудование, которое очень скоро устареет, потому что страйкер не работает. Частоту, которую вы собираетесь изменить, вы собираетесь изменить тактику. У нас ушло на это два года. Так что теперь русские на самом низу, на уровне батальона, взяли этого прыщавого 19-летнего парня по имени Иван. Я просто придумываю ему имя. Его можно называть как угодно. Но Иван сидит здесь и всю свою жизнь играет в компьютерные игры. И у него есть лейтенант, который говорит, Иван, ты очень хорошо разбираешься в компьютерных играх, не так ли? И Иван отвечает, да. Он говорит, хорошо, как насчет того, чтобы полетать на этом беспилотнике для нас? А Иван один из тех людей, которых я ненавижу, потому что он умнее меня. Он умнее всех остальных. А Иван будет сидеть там и разбираться, как работает беспилотник и как работают частоты. И в первый раз, когда он вылетает туда, а украинцы глушат его, он говорит, нет, почему бы нам не удвоить частоту? Так что я полечу туда, и пока украинцы пытаются глушить, я переключусь на другую частоту. Во-первых, возьмите все под свой контроль и взорвите их. Так что они думают, что это они глушат. Но теперь я взял управление на себя. А это Иван, который думает об этом сам по себе, и у него есть небольшая мастерская, где командир батальона дал ему паяльные инструменты, и Иван занимается этим сам. А тем временем представители оборонной промышленности спустятся вниз и спросят, что ты делаешь. Иван что-то слышал о тебе. И Иван говорит, что именно этим я и занимаюсь. Представители оборонной промышленности говорят, что это хорошо. Приведи сюда несколько ребят. Иван, научи нас. Мы собираемся. Мы собираемся поиздеваться над тобой. Мы собираемся сделать то же самое здесь. И мы собираемся помочь тебе. И ладно, Сергей, Сергей, ты знаешь, мне очень жаль, чувак. Сергей умнее Ивана. Иван, ты уволен. Пришел Сергей. Он немного умнее Ивана, потому что Сергей сейчас сидит там и говорит, хорошо, у нас здесь есть проблемы, потому что Сергей тоже водитель танка, и Сергей был там на танках. Танки выезжают на поле боя в этом поп-поп-поп-поп. Прилетают дроны с ФВ, взрывают их танки, а они такие, сукин сын, наши танки продолжают взрывать эти дроны. И тут кто-то сказал, а почему бы нам не поставить на его клетку. И вот они начали устанавливать на него эту клетку и построили эту штуку, которую назвали, кто-то написал название, цистерна или я не знаю, вафельница. Но это всего лишь уродливый резервуар с этой гигантской штукой на нем. И он неуязвим. Они двигают его вперед. Он взрывает мины, потому что в дополнение к танку они устанавливают на него средства радиоэлектронной борьбы. И вот этот танк выезжает туда, и украинцы не знают, что делать, потому что они приближаются, и их беспилотники приближаются к танку. И их беспилотники взорваны и взлетают на воздух. Этот резервуар похож на магнит для защиты от беспилотников. Он просто взрывается, и они попадают в него, не могут войти внутрь. Так вот, когда эта уродливая штука появилась в первый раз, все над ней смеялись. Буквально танк-черепаха ведет русских прямо сквозь украинскую оборону, а потом они бродят по городу, взрывая все подряд, а потом возвращаются. Это Сергей и Иван сами придумывают это дерьмо на местном уровне. А те ребята, что наверху и кто пострадал при защите, говорят, какого черта они делают там внизу в пятом батальоне. И они говорят, ну что же, пятый батальон, это только что кое-что прояснило. Они говорят, святая корова, хорошо, общевойсковая академия, отправь туда нескольких парней, выясни, что черт возьми они делают. Преврати это в небольшую учебную книжку и выпусти ее. Обращаюсь ко всем, кто находится на передовой. Так вот, все так делают, и в течение недели все, кто находится на передовой, приваривают эти чертовы штуки. И теперь у вас повсюду стоят танки с черепахами. И еще у вас есть куча Сергеев и Иванов, которые каждый день меняют свою электронику, потому что это умные дети, и они умеют это делать. Мы смотрим на то, что делают украинцы. Они говорят, о, они придумали, они нашли решение. Ну что же, мы их опередили. Тем временем в Соединенных Штатах у нас есть комитет людей, которые все еще пытаются выяснить, почему черт возьми 56 устройств, которые мы устанавливаем на страйка, не работают. Работаем, потому что мы тупее грязи. Русские уже разобрались в этом вопросе. Они сделали кое-что еще. Они такие, эй, хорошо, наши саперы проходят там и расчищают минные поля. Ребята, я должен сказать вам, что война есть война. До сих пор есть ребята, которые каждую ночь ползают по полю с зондами, проводят разведку вручную, расчищают минные поля, расчищают дорогу. И они это делают. Зимой они замораживают людей насмерть, ночью они уборачиваются от взрывов и расчищают дороги. И как только они расчистят эту полосу, произойдет вот что. Вы знаете, что машины проедут по ней и все такое прочее, а пехота в спешенном состоянии пройдет через нее. Но они пересекают поле, а украинцы затем обстреливают их кассетными боеприпасами и все такое, и это тяжело, когда теряешь парней. Они говорят, нам нужно быстрее пересечь поле. Ну что же, у нас есть Ивана и Сергей. А вот здесь у нас есть Саша. Саша, Дима, Дима, Дима настоящий мужчина. Дима когда-то увлекался мотокроссом, и Дима сидит там и думает, почему мы идем пешком? Почему мы бежим по полю? Посади меня на чертов мотоцикл, и я промчусь по этой полосе быстрее, чем плюну. И командир батальона пошел что ли? Да, и он сказал, хорошо, сколько мотоциклов мы можем достать? 5. Дима, ты отвечаешь за штурмовое подразделение, ты знаешь мотокросс, а Дима и штурмовое подразделение занимаются мотокроссом. Они только что придумали это дерьмо. Они делают это сами. Сверху не поступает никаких указаний, и Дима заходит туда, они встают и бац, бегут через поле. Обошлось без жертв. Они пересекают поле. Украинцы обстреливают артиллерийский десант у себя за спиной. Эти ребята заходят туда, спешиваются, расчищают первые траншеи и продвигаются вперед. Не успеешь оглянуться, как появляется танк-черепаха, и битва заканчивается. Эта война не похожа ни на одну из войн, которые когда-либо велись раньше. Это безумная война, но это война инноваций, и эти инновации внедряются на передовой молодыми русскими ребятами и командирами. Война очищает армию от всего этого, и российская армия была очищена от всего этого снизу доверху. В российской армии больше нет никакого дерьма. Это исключительно целенаправленное учреждение, которое сосредоточено на одном единственном деле убийстве украинцев, и они делают это очень хорошо. И от самых низов до самого верха все эти ребята находятся на одной волне, и они, уровень общения, уровень инноваций реальны, и им нет равных нигде в мире. Может быть у украинцев есть что-то подобное. Украинцы тоже очень умные. Я имею в виду, что этот парень сказал, что никогда не скажет ничего плохого об украинцах, как о бойцах. Он сказал, ты знаешь, что политика здесь иная, но он говорит, что как боец он никогда и ни с кем этого не сделает. Он сказал, что нет ни одного российского солдата, который сказал бы что-то плохое об украинцах. Он сказал, что эти ребята настоящие враги ему, они твердо стоят на своем, они сражаются до последнего патрона. Ты знаешь, что это храбрые люди, решительные бойцы. Они очень трудные, и для того, чтобы победить их, вы должны быть инновационными и придумывать умные вещи, потому что эти украинцы тоже очень умные. Но эти две армии не имеют ничего подобного ни в НАТО, ни на Западе. И если бы какая-нибудь армия НАТО когда-нибудь выступила против русских, они бы этого не сделали, они бы вообще не продержались долго. Опять же, ты знаешь, может быть они бы чему-то научились. Я имею в виду, что мы взглянем на историю действий армии США. Есть замечательная книга под названием Армия на рассвете, написанная Риком Аткинсоном, который на самом деле получил пулитцеровскую премию. Это первая часть трилогии, которую он написал об армии США во время Второй мировой войны. И он рассказывает об армии США, которая отправилась в Северную Африку, и об уроках, которые они извлекли из своих уроков. Перевал Кассерин был для них огромным испытанием. Но потом к власти пришел Паттон, и следующее, что ты понимаешь, это то, что ты сражаешься с Эль-Катаром, а армия США совершенно другая. И армия США превратилась из кучки призывников, которые ни в чем не разбирались. В армию, полную по сути людей, которые были просто каменными, хладнокровные убийцы и очень хороши в убийстве. И ты знаешь, что, возможно, американская армия сможет возродить эту традицию. Но это первое сражение будет чертовски неприятным, потому что они не будут знать, что их поразило. Они так и не узнают, что из этого вышло, и я боюсь, что американская система просто не такая. Да, я имею в виду сплетничающих 18 чокнутых. Ты прав. Знаешь, они говорят о жертвах. Прямо сейчас русские несут наименьшее количество потерь за все время войны. А украинцы, с другой стороны, я имею в виду, что единственный раз, когда украинские потери резко возросли, это было во время битвы за Бахмут и Солидарность. Это были сумасшедшие потери, а у русских их было много. Это было тогда, когда Пагасин использовал подразделения для захвата пленных Z, штурмовые подразделения Z-Force. Это была просто безумная тактика, и обе стороны были в большом долгу. Но знаешь, у русских, опять же, чтобы показать тебе новизну этого, у русских были такие подразделения, как Z-Force, я думаю, они их называют или что-то в этом роде. Но ты же знаешь, что это были подразделения для заключенных, и они отправили их туда, и эти ребята умирают. И вот что сделали русские. Они сказали, что больше никаких этих вещей с заключенными не будет. Что они сделали, так это вошли внутрь, поговорили с этими парнями и сказали, послушайте, нам нужны крутые штурмовые подразделения. Я имею в виду, что именно эти ребята должны войти и расчистить окопы. Именно этим парням предстоит совершить самое грязное дело. Ты же знаешь, что украинцы окопались, и тебе нужны люди, которые пойдут и выкопают их оттуда. И это будет тяжелая битва. Украинцы очень выносливы. Ты понесешь много потерь. Но это должно быть подразделение, состоящее только из добровольцев. А принцип работы подразделения Z заключается в том, что ты идешь и выполняешь свою миссию. И обычно прямо сейчас русских выводят, проводят ротацию и отправляют домой каждые шесть месяцев. Ребята из Z Force, ты идешь туда и если выживешь, возвращаешься, можешь ненадолго съездить домой, повеселиться, что угодно. А потом возвращаешься, и у тебя появляется гораздо больше свободного времени. Но когда ты находишься там, ты сражаешься, и потери нереальны. Но мне довелось встретиться с некоторыми из этих парней, и они хладнокровные бойцы отряда Z Storm. Вот и все. Эти ребята такие же профессионалы, как и весь день. Они жестоки. Они славные ребята. Я имею в виду, что в этом и заключается ирония судьбы, когда ты встречаешься с ними и думаешь, ты действительно хороший парень. Но потом ты слышишь, что они сделали. Знаешь, они совсем не хорошие парни. Если ты украинец, они залезут в твою траншею. Они совсем не хорошие парни. Они убивают тебя очень эффективно и очень жестоко. И они разработали такой стиль ведения войны, который просто не прощает ни их самих, ни нападающих. Но русские продумали каждый аспект этой войны, и у них есть решение для всего, и если они столкнутся с ситуацией, когда у них не будет решения. Ивона, Сергей, Дима и все эти ребята обязательно найдут решение. Они не ждут, пока Академия предложат решение. Ты знаешь, в Америке мы отправляем это обратно в Форт Ливенворд, чтобы рыцари джедаев Форт Ливенворды и школа передовых военных исследований могли собраться вместе и написать доктрину. Потому что да, поможет вам Бог, если вы вы находитесь в поле зрения, вы не можете отклоняться от доктрины. Никакие инновации в этой области не допускаются. Но русские говорят, к черту вашу доктрину. У нас нет времени на то, чтобы вы писали доктрину. Мы делаем это прямо сейчас. Ваша задача запечатлеть то, что мы делаем, взять это обратно и превратить в доктрину. Но имейте в виду, что пока вы будете печатать это и придавать этому красивый вид, мы можем изменить это снова, потому что война постоянно меняется. Если бы существовало решение конфликтов в современном мире с помощью серебряной пули, как бы по-твоему это выглядело? Какого рода мероприятие должно было бы состояться, чтобы все отступили и получили еще немного кумбаи? Решение уже существует. Это называется дипломатия. Если бы мы потратили хотя бы часть того, что мы тратим на военную машину, создали наш дипломатический корпус и оказали ему политическую поддержку, которая это необходимо. И к этому нужно отнестись серьезно. Прямо сейчас американской дипломатии не существует. У нас больше нет дипломатов. У нас есть объяснители, но у нас нет людей, которые действительно занимаются дипломатией. И когда они это делают, они делают это в поддержку политики, которая уже была разработана участниками войны. Что военные играют ведущую роль. Это решение дипломата пойти и продать салют. Посмотри, что делает Блинкен. Он не собирается пытаться решить проблему в Китае. Он собирается прийти и диктовать китайцам результат, а китайцы сидят там и говорят, мы готовы поработать над этим парнем. Мы готовы работать над решением проблемы. Он говорит, нет, я в буквальном смысле просто буду рассказывать тебе, что ты должен делать и какую цену штрафа тебе придется заплатить. Если бы мы начали готовить дипломатов, и я имею в виду такое учебное заведение, как Джорджтаунский университет, у них есть иностранный язык. Институт службы, который сотрудничает с государственным департаментом и готовит людей, которые станут офицерами дипломатической службы. Но суть того, что вы знаете о Джорджтауне, заключается в том, что скажем так, чисто гипотетически, кто-то из Джорджтауна отправился в Россию с визитом, встретился с людьми высокого уровня и получил бесценные знания о культуре и мышлении, лежащих в основе некоторых политических мер в этой стране. И они попытались донести это понимание до Джорджтауна, но вместо этого Джорджтаун, в который проникли литовцы и поляки. И все эти типы из НАТО, сказали, о боже, ты поехал в Россию, встретился с людьми, поговорил с ними и кое-чему научился. Ты ужасный человек. Как ты видишь, это происходит на самом деле, потому что они не заботятся о решении проблем. Они буквально пытаются диктовать решения, которые связаны с проекцией власти. Дипломатия могла бы решить все проблемы, если бы мы финансировали ее в полном объеме. Готовили настоящих дипломатов, настоящих дипломатов-экспертов и тратили на это время и усилия. То офицеры-иностранцы Вооруженных сил США проходят специальную языковую подготовку. Они проходят специальную подготовку по погружению в свою жизнь. Страна. По крайней мере, они использовали это для Советского Союза, так что когда они начали выполнять свою настоящую работу, они по крайней мере были знакомы с что они делают. И они также были обучены разговаривать, собирать информацию, отчитываться, думать о решении проблем. Нам нужно делать это с нашими дипломатами. Нам нужно удвоить усилия, а не просто получить степень магистра. Мы должны сказать нашим дипломатам, что если вы хотите стать дипломатом, то должны стать экспертами. Потратьте время и усилия на то, чтобы когда у нас появится дипломат, он не был кем-то, кто сидит там и перебирает бумаги, написанные в Пентагоне. Он тот, кто придет, как сказала нация, мы ему доверяем. Когда я работал в Организации Объединенных Наций, Ральф Факиас, который был главой шведского дипломата, возглавлявшего специальную комиссию. Когда мы впервые начали проводить инспекции в Ираке, они их возглавлял Рауль Ахей, а руководили ими Мерция Зиферера. Из Международного агентства по атомной энергии, высокопоставленные люди. Они проникли туда, но поняли, что им придется провести много проверок, а Ахей и Зифера не смогут там присутствовать. Они должны управлять этой штукой в тылу. Они могут выйти и заняться решением проблем, но когда вы отправляете инспекционную группу, за это должен отвечать кто-то другой. Принцип работы инспекции заключается в том, что главный инспектор должен быстро соображать, обладать полномочиями принимать решения, действовать и выполнять вещи. И должны пользоваться доверием. И поэтому тебе пришлось выбирать этих людей. Вот как мы решили организовать это мероприятие. Парня звали Дук Ингланд, он был полковником армии США. Он работал, он был моим начальником, фактически одним из моих начальников, когда я занимался договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Генерал Ладжой, Роланд Ладжой, который был первым директором агентства по инспекциям на местах, созданного для выполнения этого договора, столкнулся с той же проблемой. Мы собираемся направить инспекционные группы по всему Советскому Союзу, и вы не сможете сидеть сложа руки и контролировать их. По сути, когда вы отправляли группу, это было похоже на удачу, и команда собиралась отправиться туда. Вам нужно было поставить во главе этой команды кого-то, кому вы доверяли, кого-то, кто был обучен, кого вы обучали, и они знали, каковы были ваши намерения, и вы доверяли им, чтобы они реализовали это должным образом, чтобы все было сделано должным образом. Но ты должен был доверять им, чтобы они это делали, а также предоставлять им достаточную свободу действий для решения проблем по мере их возникновения. Не останавливаться и не замирать, а перезванивать, чтобы решить проблемы. Так было создано то, что в то время называлось Team Leader, и руководитель команды занимал очень высокую должность, человек, который руководил командой. Дело в том, что в те времена мы управляли командами так, что давали им названия. Так что, как ты знаешь, команда Уильямса, команда Нельсона, имена лидеров команды стали названием команды, и команда стала узнаваемой, что придало ей индивидуальность. Так что знаешь, ты бы сказал, ну что же, команда Нельсона вступает в игру, они крутые ребята, ты знаешь, о, а вот и команда Уильямса. Они умны, но немного более спокойны. Они бы унаследовали индивидуальность своих лидеров, потому что это очень личностный подход. Но ребята, которые руководили этим, были опытными офицерами, работавшими за границей, прошли большую подготовку и так далее. Мы делали то же самое в Ираке. Когда ты стал старшим инспектором, исполнительный председатель выбрал тебя командовать этой командой, и ты был богом. Старший инспектор, как и руководитель группы, был богом. Теперь ты не мог пойти туда и написать свой собственный договор, но ты был тем, кому они доверяли, что ты знаешь, мандат это было дано тебе. Ты знал, каковы были твои параметры, ты знал, каковы были твои приказы, а затем ты пошел туда и был освобожден. По сути, ты сделал то, что должен был сделать, чтобы выполнить задание и двигаться дальше. Нам нужен именно такой подход к дипломатии. Нам нужны дипломаты, которые являются эквивалентом руководителей групп или главных инспекторов. Это люди, которых мы можем отправлять на места для решения проблем, а не Тони Блинкен, который пытается контролировать ситуацию на микроуровне. Мы должны обучать этих людей. Они должны быть экспертами, и мы должны им доверять. Но для того, чтобы добиться этого, мы должны верить в дипломатию. Мы должны сказать, что их работа заключается не в том, чтобы добиваться военного решения. Их работа заключается в том, чтобы предотвратить военное решение. Их работа заключается в том, чтобы войти туда. И им отдаются приказы о том, что мы не хотим войны, что мы не хотим, чтобы военные приближались к этому. Твоя задача исправить это, сделать так, чтобы это произошло, исправить это. Никакой войны, никакой войны не будет. Это и есть серебряная пуля. Если бы мы ставили во главу угла решения проблем дипломатическим путем, чувак, мы могли бы за одну ночь провести Хансинг и Кумбайю на 46 разных языках. Следующий вопрос от Зака Мандича из Гринбэй, штат Висконсин. Не могли бы вы объяснить недавние изменения тактики русских в отношении мотоциклов? Насколько я понимаю, это меняет правила игры для них, поскольку украинские беспилотники ФФС с трудом отбиваются от них, потому что они являются быстро движущейся мишенью. Это меняет правила игры. Есть ли что-то еще? Это была сокращенная версия. Тебе нужно немного все перепутать. У тебя получилось. Ты сбил меня с толку. Я ждал продолжения. Я только что говорил о Диме и мотоциклах. И это именно то, что нужно. Ты же их знаешь. У украинцев сейчас очень мало артиллерийских боеприпасов. Так что они наводнили зону, и это довольно круто. Я имею в виду, что нужно отдать должное украинцам. Я имею в виду, что обычно мне не нравится отдавать должное украинцам, но давайте отдадим им должное. Они по-своему изобретательны. Я думаю, что они изобрели трехмерный принтер на передовой, и у них есть трехмерные принтеры, которые рассылаются по подразделениям и всей их армии. Работа заключается в том, чтобы распечатывать беспилотные летательные аппараты. Так вот, 3D принтера просто изготавливают детали, и у них есть куча украинских версий Димы, которые сидят там и собирают все это. И они наводняют зону этими FV-системами, беспилотниками с видом от первого лица. По сути, на них установлена веб-камера, и оператор беспилотника просто запускает их, и у них есть какое-то взрывчатое вещество, либо снаряд для РПГ, либо, как правило, осколок. Прямо сейчас это, по сути, кусок пластиковой взрывчатки с детонатором и чем-то вроде спускового крючка, устройство представляет собой свернутую проволоку. И когда оно ударяется о свернутую проволоку, срабатывает детонатор, который взрывается. Плохие новости для тех, кто их получает. Они наводняют зону. Так что теперь ты знаешь, что ребята из отряда Storm Z, храбрые ребята, они прорвали полосу и теперь приближаются. Что ж они бегут, приближается беспилотник ФВ. И как только беспилотник ФВ наведется на тебя, ты умрешь. Если только у тебя нет оружия для борьбы с беспилотниками. Но даже в этом случае на тебя нападут трое. Они буквально наводняют город и просто разрывают российские войска на части. И это очень затрудняет проведение атак по открытым полям. Ты знаешь- решение.